Привет, привет, мои хорошие! С вами Олеся. Сегодня научимся с вами вязать детскую шапочку. Такая шапочка была в детстве у нас многих. И хочется, чтобы наши детки тоже продолжали их носить, но в продаже я сейчас их, кстати, не вижу. Хотя у меня бабушка дарила старшему сыну такую, и по прототипу вот этой фотографии я стала вязать эту шапочку. Уже для ребеночка своей подруги. Итак, нам понадобится пряжа Alize Baby Best, синенькая и белая. Пряжа эта с антипилинг эффектом. Очень она мне нравится. Я уже как-то рассказывала, что я из нее вязала набор себе и замечательно относила две зимы. Даже ни одного катышка, ни после стирки не возникло, ни в носке. И достаточно теплая. Состав ее 90% акрила и 10% бамбука. Спицы мы будем использовать 3,5 мм. И в принципе, больше нам ничего не понадобится. Можно сантиметр использовать, можете ряды измерять. Покажу расчеты. Итак, шапку я буду вязать ребеночка в 8-9 месяцев. По таблицам из интернета посмотрим, что огруженность головы в этом возрасте у мальчика примерно равна 47 см. Глубина шапочки около 16 см. Я забыла сказать, что вязать мы будем платочной вязкой. Образец мой получился в 10 см 24 петли и 44 ряда. Так, что нам понадобится? Мы сначала по традиции из наших 47 см окружности головы вычтем 10%. Получится 42,3 см. Далее, так как шапочка состоит по такой схеме, 6 одинаковых частей, поэтому вот эту нашу цифру 42,3 см мы разделим на 6 и получим 7,05 см. Ну, давайте возьмем 7 см, округлим. И получается, что наша каждая часть будет равна 7 см в ширину. Теперь нам нужно узнать, какова будет высота нашей шапочки. Для этого глубину 16 см мы умножим на количество петель, которые мы получили в образце. Это 24 петли и разделим на 10 см. Получаем 38,4 петли. Округляем до 38 петель. Так, это мы получили вот эту высоту, но нам надо к этим 38 петелькам добавить еще 2 кромочные. И у нас получится 40 петель. Это будет наш набор 40 петель. Так, что здесь объяснить еще? Вот эти части, они все одинаковые. То есть здесь будут у бабочки и при бабочке идти равномерно. А вот эти вот 3 и 4 часть в районе мысика, то есть где лобик у нас. Мы можем, конечно, сделать и вот такой вот высокий. Можем сделать ровненький. Но я решила сделать такую среднюю высоту. То есть здесь нам сокращение нужно будет делать немножко поменьше. Далее нам нужно рассчитать ширину каждой части. Для этого мы наше 7 см. Умножаем на 44 ряда, которые у нас получились в 10 см в образце. Делим на 10, получаем 30,8. И чтобы у меня были ряды четные и нечетные, заканчивалась каждая часть четным рядом, я решила все-таки остановиться на 30 рядах. Чтобы следующую часть уже начинать с нечетных рядов. И теперь мы набираем 40 петель. Начинаем наше вязание. Первые 2 ряда мы вяжем полностью лицевыми петлями. Ну, платочная вязка, вы понимаете, да? С 3 ряда мы начинаем прибавки во всех нечетных рядах и убавки. В конце ряда. То есть, ну, в каждом лицевом ряду в начале ряда прибавка, в конце ряда убавка. Изнаночные ряды вяжем лицевыми, без убавок и без прибавлений. Первые 2 ряда мы провязали все лицевыми. На третьем ряду начинаем вязать так. Кромочная, 1 лицевая, 1 накид, 34 лицевые, 2 петельки вместе, 1 лицевая, кромочная. Четвертый ряд снова все лицевыми. И по нашим подсчетам мы первую нашу вот эту вот первую часть, вот это вот у нас получится, да? 30 рядов должны ее провязать. И потом мы будем здесь уже делать все наоборот, зеркально. Я уже немножечко провязала. Вот я уже провязала 10 рядов, то есть набрала 40 петель. Первый, второй ряд туда-обратно провязала лицевыми. С третьего ряда начала в этой части делать прибавки, в этой убавке. Видите, как у нас она уходит аккуратненько вправо. Сейчас покажу, как вяжем лицевой ряд. Снимаем кромочную, провязываем 1 лицевую, делаем накид. Как вам угодно, можете сделать прибавку из протяжки. Далее провязываем 34 лицевые петли. Я провязала 34 петельки. Если у вас расчеты будут другие, вы ориентируйтесь на то, что в конце должно остаться 4 петли. 2 провязываем вместе. Также лицевой. 1 лицевая и 1 кромочная. Это был наш нечетный ряд. Далее четный ряд мы вяжем просто лицевыми петлями, без прибавок и без убавлений. И далее мы с вами встретимся, когда я провяжу 30 рядов. И получится вот эта первая часть. Начнем вязать вторую часть. Я провязала 30 рядов платочной вязкой. Сделала с этой стороны прибавки, с этой убавления. Это наша первая часть. Теперь для того, чтобы получилась вторая часть, нам нужно сделать все до наоборот. С этой стороны делать убавки, с этой прибавления вяжем. Кромочная, лицевая. 2 вместе лицевой. 34 лицевые петли. Теперь в конце ряда должно остаться 2 петли. Делаем накид. 1 лицевая. И кромочная. Все нечетные ряды вяжем таким образом. Все четные ряды вяжем без убавок. Так же провяжем 30 рядов. В соответствии с нашей фотографией, мы должны сделать белые полосочки. Получается узенькая полосочка вот здесь по центру. И чуть пошире полосочки здесь. Вообще, вы можете, конечно, делать как вам угодно. Но я постараюсь немножко воспроизвести. Для начала до белой полосочки мы провяжем еще синей нитью 12 рядов. Здесь будет разница в том, что вот в этой зоне мысика мы будем делать убавку. Нет. Вот здесь прибавку, а вот здесь убавку. Будем делать не в каждом нечетном ряду, а через ряд. То есть, в третьем, в седьмом, в одиннадцатом и так далее. Пропуская один нечетный ряд. За счет этого у нас вот этот уголочек будет более тупым. То есть, еще раз показываю. Если это мы считаем начало ряда, здесь у нас будет как раз наш мысик вот этот вот. И продолжаем вязать как первую часть, только вот здесь убавки делаем через нечетный ряд. Как вяжем первый ряд? Здесь, как я уже сказала, в первом ряду мы прибавку как в первой части не делаем. Но не забываем, что с этой стороны у нас всегда будет точно так же, как здесь вязаться. То есть, здесь мы прибавку не сделали. Довязали до конца. Осталось 4 петли. Вяжем здесь 2 петли лицевой вместе. Лицевая и изнаночная. Второй ряд вяжем без убавок, без прибавлений. Второй ряд я провязала. Здесь у нас теперь не 40 петель, а 39. Потому что мы с одной стороны сократили, с другой прибавочку не делали. А в третьем ряду будем делать прибавку и убавку с обеих сторон. Давайте запишем лучше, что в третьей части на мысике, то есть это зона лба, мы делаем прибавки в рядах номер 3, номер 7, 11, 15, 19, 23, 27 и все. Точно так же в четвертой части мы в этих рядах будем делать на мысике убавки. Третий ряд в третьей части я провязала. У нас теперь снова на спицах должно быть 39 петель. Четвертый, как всегда, без изменений вяжем. И так я провяжу 12 рядов, потом перейду на белую ниточку. Так я провязала в нашей третьей части 12 рядов синим цветом. Сейчас я перейду на белый, провяжу 8 рядов белым, 8 рядов снова синим и 2 ряда белым. Видите, у нас вот здесь угол такой же, да, получается, а вот здесь он как бы чуть-чуть более тупой. Продолжаем далее, пропуская прибавки здесь в 15, 19, как мы писали, да, в 19, 23 и 27 рядах. Третью часть довяжем, встретимся. Третью часть я провязала, остановилась на 2 рядах белого цвета. Теперь четвертую часть начинаем, также 2 ряда белого цвета, далее 8 синего, 8 белого, то есть полностью в зеркальном отображении вяжем. И, соответственно, здесь мы делаем прибавки в каждом нечетном ряду, с этой стороны мы делаем убавки. И через ряд, также в третьем, седьмом, одиннадцатом, пятнадцатом и так далее. И в конце, в конце провязывания четвертой части, то есть когда мы провяжем все 30 рядов четвертой части, у нас должно на спицах остаться 40 петель. Я провязала четвертую часть, видим, что мысик чуть короче, чем ушко, узор наш. Теперь пятую, шестую часть вяжем так же, как первую и вторую. Далее будем сшивать. Чтобы приступить к сшиванию нашей шапочки, нам нужно ее сложить краешками друг к другу, лицевой стороной сверху. Ниточку отмеряем 3-4 длины, вот этой вот, которую нам нужно сшить. У меня 4 длины, я отмерила, иголка. Начинаем с того, что мы заводим ниточку, иголочку под кромочную петлю снизу вверх. Немножко затягиваем. Теперь заводим нить под кромочную петлю, так полностью в соседней части. Далее в эту же нашу петлю кромочную сверху вниз и в следующую снизу вверх. Вытянули. Здесь мы видим, что у нас вот такая лицевая петелька, мы прямо под нее заходим. Затягиваем нашу нитку, в эту петлю снова сверху вниз зашли, следующую снизу вверх, ее со спицы не снимаем. Снова смотрим следующую, подхватываем ее. Ниточку протянули здесь сверху вниз, далее снизу вверх. Снова подхватили лицевую петлю первого ряда. В эту петлю сверху вниз, в следующую снизу вверх. Выклакали лицевые петли вверх. Ж出来ев exemplo зашли, открывая маслом течка на косме вверх. попробовала сразу протянуть через большее количество петель на сразу сюда сюда сверху вниз сюда снизу вверх даже нитками так путается в меру под затягиваем видите как получается незаметно красиво будто бы у нас образовался еще один лицевой ряд между двумя изнаночными никакого шва совершенно не видно так продолжаем потом будем макушечку сшивать у нас осталась последняя петля то есть снизу я нее уже продела теперь остается зацепиться также берем вот здесь за кромочную мы делали протягиваем и не забываем что в эту петлю мы заходим сверху вниз здесь сима надо зафиксировать можно идти вот так прямо в петельку за петельку и выйти обратно с изнаночной стороны такой краешек вот так у нас получилось с изнанки такой небольшой шовчик ну вот мы сшили теперь нам нужно вот эту макушечку сшить три уголочка и вот так здесь обычными стежками за крайние ниточки косы то есть берем первую продеваем так сначала находим центральную косичку начинаем сшивать так мы дошли до сюда здесь ниточку придется оборвать далее можно начать прямо вот с этого кончика и закончить здесь все кончики спрячем и нам останется сделать веревочки сшила и макушечкой получилась у нас вот такая вот милая милота вот он наш мысик вот они наши ушки сзади даже изнутри узор больше нравится кстати можно было его так сделать но все нам остается сделать завязочки на шапочка готова если вы хотите носить ее одевать ребеночку весной то можно помпон приделать какой-то вот она моя шапочка шнурочки я сделала просто жгутики скрутила нитку мне очень нравится когда она такая можно связать крючком можно связать спицами веревочку как вам нравится снаночки вот так вот выглядит сзади прошу оценить вас в комментариях получилось у меня или нет воспроизвести мою шапочку подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчик и лайки пока пока